На самом деле на данный момент есть много свидетельств крупномасштабных капитуляций, и я думаю это потому, что русские проделали очень хорошую работу, посылая сообщения противостоящим украинским силам, говоря им, смотрите, нет причин для того, чтобы это продолжалось, ты сдаешься, давай сюда, сдавай оружие, мы тебя накормим, мы позаботимся о твоих раненых, а потом мы действительно отправим людей вместе с тобой в зону содержания под стражей, с тобой будут хорошо обращаться. И как только эта война закончится, ты сможешь вернуться домой. Теперь интересная часть заключается в том, что по-видимому в течение последних 24 часов, одна из самых печально известных организаций в украинских вооруженных силах, которая использует все эти нацистские символы, с которыми мы знакомы, отказалась воевать. Они просто сказали правительству, ты знаешь, с нас хватит, мы больше не собираемся умирать в больших количествах, мы не будем воевать. Итак, сочетание того, что с одной стороны люди сдаются, потому что не видят цели, и даже самые стойкие сторонники режима сдаются, или по крайней мере отказываются сражаться, говорит о том, что это может закончиться быстрее, чем я думал, потому что русские действуют дальше. Они продвигаются к верхней части реки. И я думаю, что в течение следующих 45 дней или около того мы увидим, как они будут командовать Харьковом и практически всем, что находится к востоку от реки. Теперь вопрос в том, когда они перейдут и захватят Одессу? Я понятия не имею. Но я думаю, что в течение 45 дней то, что я описал, вероятно, будет в значительной степени в руках русских. Русские, вопреки западной пропаганде, очень хорошо обращались со всеми, кто добровольно сдавался им в плен. На самом деле, украинских солдат, вероятно, кормили лучше, и им оказывали лучшую медицинскую помощь, чем когда они были в составе своих войск. И хорошая новость заключается в том, что я думаю, что мы находимся в конце этой бессмысленной и разрушительной борьбы. Что будет с капитулировавшими украинскими войсками, когда они попытаются репатриироваться? Я думаю, что это зависит от того, кто будет руководить правительством во время репатриации. Что же это тот страх, о котором на самом деле говорили многие украинские солдаты? Переходя к событиям выходных, полковник, о которых вы написали, удалось ли украинскому правительству донести то сообщение, которое оно пыталось донести? Или, как утверждают западные СМИ, это был оборонительный триумф, при котором практически ничего не просочилось? Вы имеете в виду иранские вооруженные силы? Я сказал Украина, я имел в виду Иран. На данный момент вы были одной ногой в Украине. Нам нужно убираться отсюда. Верно. Спасибо. Нет, я не думаю, что люди на Западе были настроены на получение каких-либо сообщений. Но иранцы, я думаю, были очень осторожны в том, как они провели эту операцию, чтобы было совершенно ясно, хотя нам об этом не обязательно говорили, что они не хотели никого убивать. Особенно мирных жителей. И они просто хотели, чтобы израильтяне поняли, что у них есть возможность наносить точные удары. Но они не использовали свое лучшее вооружение. Они не использовали многие из имеющихся в их распоряжении возможностей, но послание очевидно. Если мы можем проникнуть сквозь вашу противовоздушную и противоракетную оборону с помощью старого вооружения, отвлекая ваше внимание с помощью этих медленных и низколетящих беспилотников, то мы очевидно сможем сделать это с помощью нашего лучшего оружия. Израильтяне находятся в большой беде. С другой стороны, у Нетаньяху и его военного кабинета есть козырь в рукаве. Этот козырь — вооруженные силы Соединенных Штатов, поддержка Соединенных Штатов. И я не думаю, что они обращают какое-либо внимание на то, что говорит или делает президент Байден. Мы знаем, что он сказал, что мы не будем участвовать в каком-либо будущем возмездии против Ирана, но я не думаю, что они воспринимают это всерьез. Что вы думаете с военной точки зрения о том, что сделал Иран? Об отправке беспилотников специально для того, чтобы определить местоположение оборонительного вооружения и уничтожить его. По словам Скотта Риттера, израильтяне потратили около миллиарда долларов за одну ночь. Согласны ли вы с этими оценками? Я думаю, что Скотт прав. Я не уверен, что это был миллиард. Это могло быть 1,2 или 1,3 миллиарда, но очевидно, что использование ракет стоимостью в миллион долларов для уничтожения беспилотников, которые могут стоить пару тысяч долларов каждый, это очевидный способ потратить время, деньги и ресурсы. Но ясно, что у них есть гораздо лучшее представление об израильской противовоздушной и противоракетной обороне. Но я думаю, что нам нужно понять, что у них есть доступ по крайней мере к таким же современным ракетным технологиям, как и у нас. Благодаря русским, китайцам и, очевидно, северокорейцам. И этой технологии достаточно, чтобы преодолеть любую систему противовоздушной и противоракетной обороны, которую могут построить израильтяне. Это очень просто. А понимают ли это израильтяне, полковник? Последняя часть того, что вы только что сказали, у них есть все необходимое, чтобы преодолеть любую оборонительную систему, которую могут построить израильтяне. Знает ли об этом правительство Нетаньяху? Я думаю, что в частном порядке за кулисами они пришли к такому выводу, но это не разубедило их в необходимости дальнейших действий. На самом деле, я думаю, что они рассматривают это как императив для дальнейших действий. Другими словами, нам нужно атаковать этих людей и лишить их командования и контроля, лишить их некоторых из их лучших систем вооружения, атаковать их арсеналы. Я не думаю, что они могут себе представить, что будут жить на Ближнем Востоке, окруженные странами, равными или превосходящими их повоенной мощи. Всем привет. Судья Андрю Наполитана здесь, чтобы судить о свободе. Сейчас к нам присоединяется Скотт Риттер. Скотт, мой дорогой друг, рад тебя видеть. Кто одержал победу в минувшие выходные в соревнованиях между Ираном и Великобританией, Соединенными Штатами и Орданией и Израилем, пытающимися вмешаться и свести на нет это возмездие? Я бы сказал, что люди всего мира одержали победу. И причина, по которой Иран смог установить превосходство в области сдерживания над Израилем. Иран сделал это таким образом, который для любого разумного человека исключает необходимость возмездия со стороны Израиля. Это был очень изощренный, очень взвешенный ответ, который позволяет мировой экономике стабилизироваться. Я просто хочу, чтобы все поняли, что если Израиль нападет на Иран, иранское возмездие, вероятно, будет иметь масштабы и размах, которые перевернут мировую экономику с ног на голову. Тебе сейчас не нравятся цены на бензин? Просто подожди. Тебе не нравятся цены на продукты питания? Подожди, пока не закончится дизельное топливо для грузовиков, доставляющих продукты в твои продуктовые магазины. Так что прямо сейчас Иран оказал миру услугу, вежливо сказав израильтянам, что вы не можете ударить по нам бесплатно. За это придется заплатить определенную цену. Но никакого реального вреда Израилю причинено не было. Потому что речь идет не об израильской безопасности, а о политическом будущем Беньямина Нетаньяху. Прямо сейчас в Израиле царит мир. Люди сидят в кафе в Тель-Авиве. Они не будут сидеть в кафе в Тель-Авиве, если Израиль нанесет удар по Ирану. Какую возможную военную, дипломатическую или политическую цель преследовало израильское уничтожение и убийство людей внутри консульства в Дамаске? Ну, опять же, я считаю, что Израиль действовал и действовал успешно, исходя из предположения, что он обладает превосходством в области сдерживания. Они десятилетиями тайно взрывали важнейшую инфраструктуру Ирана. Они десятилетиями использовали доверенных лиц в Пакистане, Ираке и других местах для нападения на Иран. Они годами взрывали иранские активы в Ливане, в Сирии и Ираке, опять же без каких-либо последствий. Иран не ответил. Но Иран провел красную черту. Они сказали, что мы нанесем ответный удар, если вы ударите по иранской земле. Я думаю, что израильтяне верили, что взорвав это консульство, Иран не превратит его в пыль, потому что Иран боялся напасть на Израиль из-за страха того, что Израиль сделает в ответ. Израиль полагал, что эта встреча руководства сил Ксир представляла такую угрозу для Израиля, что это стоило риска. Так что они предприняли действие. Они не верили, что Иран нанесет ответный удар, не в том масштабе, в котором это сделал Иран. И иранцы дали понять, что они могут ударить в любое время, в любом месте, в любой точке Израиля. И нет ничего, что Израиль или Соединенные Штаты могли бы сделать, чтобы остановить их. Насколько хирургически точным и стратегическим было иранское нападение? Многие беспилотники, которые были посланы туда, были как пешки в шахматной игре. Миллиард долларов за один уикенд? Это только стоимость для Израиля. Я думаю, что если сложить общую стоимость для всех участников, то цена, вероятно, будет ближе к двум миллиардам, может даже приблизиться к трем миллиардам. Это очень дорого, такого рода война с противоракетной обороной. И беспилотники, которые Израиль запускал против Израиля. Которые, кстати, просто чтобы напомнить всем, что Иран уведомил Соединенные Штаты и Израиль о нападении за 72 часа до этого. Это нормально, если вы не хотите убивать людей. Это нормально, если вы просто пытаетесь доказать свою точку зрения, не причиняя вреда. Конечно же, израильтяне не уведомили иранцев до того, как они разрушили это консульство. Нет, но мы говорим о двух разных странах, о двух разных целях. Цель иранцев здесь состоит не в том, чтобы разжечь и спровоцировать более масштабную войну. Это делается для того, чтобы донести до Израиля свою точку зрения, таким образом, чтобы это не привело к гибели Израиля. Потому что помните, что цель состояла не в том, чтобы спровоцировать ответный удар Израиля. Цель состояла в том, чтобы продемонстрировать Израилю и Соединенным Штатам, что Иран обладает способностью уничтожить Израиль в любое время, когда он этого захочет. И поэтому они намеренно нанесли удары по целям исключительно военного характера, исключительно по военным целям, которые были задействованы в нападении на консульство. И они сделали это таким образом, чтобы гарантировать отсутствие израильских жертв. Это была просто демонстрация. Это ненормально, если только вы нерациональная нация, не стремящаяся расширить конфликт. Итак, они дали 72 часа предварительного уведомления. И это позволило Израилю и Соединенным Штатам подготовиться к обороне. Именно этого и хотели иранцы. То, что сделали беспилотники, это осветили Израиль, запустили радары, и Иран смог составить карту радаров и указать, где находится каждая отдельная система противоракетной обороны. Затем они нанесли удар крылатыми ракетами по беспилотникам, которые фактически проникли в воздушное пространство Израиля. Что привело к тому, что эти узлы противовоздушной обороны открыли огонь, обнажив сначала радары, а теперь и пусковые установки, которые отделены от радаров. Но они также в качестве хорошей меры уничтожили пару узлов противовоздушной обороны, давая понять израильтянам, что мы знаем, где вы находитесь, и мы вывели вас из строя. И если мы захотим сделать это снова, мы выведем из строя все ваши средства обороны. Это была очень, очень успешная атака Ирана. Не могли бы вы охарактеризовать манеру иранского нападения как таковую, которая продемонстрировала уязвимость Израиля и США? Позвольте мне прояснить этот момент настолько ясно, насколько я могу это сделать. Пожалуйста. Аэродром Ратом был самым защищенным местом на планете, когда речь шла о противоракетной обороне. На планете нет другого места, ни Белого дома, ни Кремля, ни где-где уровень изощренности и плотность противоракетного потенциала были бы такими, как на аэродроме Ратом. У них есть американский радар X-диапазона, который предназначен для обнаружения иранских ракетных запусков за горизонтом. Этот радар связан со штаб-квартирой Организации противоракетной обороны в Колорадо Спрингс, которая подключена к спутникам, чтобы обеспечить им возможность непрерывного мониторинга. Таким образом, они отслеживают ракеты, когда они запускаются, они отслеживают их, когда они приближаются, они отслеживают их и идентифицируют цели, чтобы уничтожить их. Они связаны со стрелками-2, стрелками-3, усовершенствованными ракетами Патриот, ракетами ФЭТ, Дэвид Слинг. Все эти ракеты приводят Маверик в восторг. И все эти ракеты предназначены для обеспечения многоуровневой защиты. Они не сбили пять ракет. Насколько я понимаю, Иран запустил семь ракет по аэродрому Неватим. Два из них либо вышли из строя, либо были сбиты, вероятно сбиты, но несмотря на все это пять попали в цель. Это доказывает, это должно доказать всем, что на самом деле у американских ракет нет защиты от иранских ракет. Соединенные Штаты загоняют Иран на российскую орбиту? Иран уже находится на российской орбите. Я имею в виду, что их не нужно загонять туда. Посмотрите, Иран провел много времени на западной орбите при Шахе. Я ездил в Иран еще в 2005 году, и у меня была увлекательная беседа с командующим Иранской революционной гвардией. И он сказал, что знаете ли, на Западе есть кое-что плохое. Но на самом деле мы должны научиться жить с этими людьми, потому что у них высокие стандарты, высокое качество, и нам это нужно для восстановления после войны с Ираком. И поэтому внутри Ирана, даже в командовании революционной гвардии, была тенденция сосредоточиться на Западе, всегда говорить, что Запад в конце концов разберется, что мы неплохие ребята, что мы можем работать с ними и ладить. И Запад так и не сделал этого. Внутри Ирана были люди, которые уже некоторое время говорили о развороте на восток, но их всегда отталкивали прозападные люди. Этот день закончился. Разворот на восток победил. Иран отказался от сотрудничества с Западом. Они никогда не вернутся на Запад. Теперь они ориентированы на восток, и Россия играет очень важную роль в этом развороте.